Распилочные цеха в Сараагаше объявили вне закона. Акимат велел работу свернуть, людей уволить, а земли, купленные еще 20 лет назад, вернуть государству. Такое положение дел повергло в шок предпринимателей и рабочих. Мы около 400 человек останемся без работы. Сейчас она у нас и так стоит. Акимат про рабочих людей подумал. Мы от государства не просили ни метра земли, ни копейки, ни техники. Своими силами цеха строили, трансформаторы установили, дорогу сделали. Власти обвинили предпринимателей в нецелевом использовании земли. Мол, 20 лет назад ее покупали под строительство теплиц. Поэтому с наделами придется расстаться. В ответ люди заявили, что пытались наладить тепличный бизнес. Но Акимат так и не провел обещанную поливную воду, а потому овощей не появилось. Узаконить пилорамы тоже не получается. В земельном комитете говорят, что изменить целевую назначение земель вроде бы не проблема. «Можно поэтапно за полгода в рамках закона узаконить землю. Главное – отступить от охранной зоны нефтебазы. Мы понимаем, что там много людей работают. И если мы все закроем, то им будет ни на что жить». Правда, такие заявления люди называют пустыми словами. На деле, говорят, уже устали обивать пороги кабинетов. Цеха расположены около железнодорожных путей на выровненной местности. Еще и с дорогой. Работники подозревают, что участок попросту кому-то приглянулся. «Сельский Аким говорит, что приказ идёт с района. Идём в районный Акимат, там не объясняют, почему землю нужно именно освободить. Каждый из нас знает, что за всем этим стоит авторитетный человек. Поэтому на нас давление идёт. А ведь у нас работают 400 человек». Просто так расставаться с купленной 20 лет назад землёй жители Сараагашского района не собираются. Сейчас активисты готовят заявление в областной Акимат и Генеральную прокуратуру.